Перед началом видеоролика хотелось бы выразить отдельную благодарность всем спонсорам моего канала. Во вторник, 29 мая 2012 года, Мишель Макбе проснулась в 5 часов утра, чтобы успеть к шести на работу. Уже 16 лет она являлась сотрудником биотехнологической компании Thermo Fisher Scientific в индустриальном парке Северного Кентукки в некорпоративном округе Бун со своим супругом Дэном Макбе. Она познакомилась на работе в 2001 году, и у них родились две прекрасных дочери. Дэн работал начальником склада, а Мишель трудилась в отделе логистики. Зачастую они отправлялись на работу вместе, но сегодня у Дэна был выходной. Накануне вечером супруги ходили на свидания и отлично провели время. Для того, чтобы дети не мешали, они отвезли их к бабушке с дедушкой, и дом был полностью в их распоряжении. Мишель не хотела вставать с кровати, но она каждый понедельник заполняла финансовые отчеты и приходила на работу к шести, для того, чтобы успеть отослать документы в офис Питцбурга к восьми утра. Остальные рабочие дни Мишель приходила к семи. 29 мая был вторник, но тем не менее в понедельник был День памяти, и из-за национального выходного ее график немного сместился. Ей пришлось приехать пораньше, чтобы заполнить документы и произвести расчет заработной платы. Примерно через час после того, как Мишель приехала на работу, начальник отдела бухгалтерии спустился на этаж, где находился ее офис. Мишель все еще не было. Он удивился, так как она должна была заполнять документы, но списал это на опоздание. Он решил зайти через 20 минут и отправился готовить кофе. Но не успел он приготовить чашечку ароматного американо, как вдруг его позвал уборщик Дэвид Ули. Он казался напуганным. Сказал, что увидел красные пятна на ковре возле рабочего кабинета Мишель. Дэвид был в панике. Говорил, что не понимает, откуда пятна, так как убирал этим утром. Начальник дернул дверную ручку, но кабинет был заперт. Мужчина решил разыскать Мишель и узнать, не нужна ли ей помощь. Поиски были недолгими. Она лежала дальше по коридору за углом, примерно в 12 метрах от кабинета, лицом вниз. Ее руки и ноги были связаны, изо рта торчала тряпка, а на голову был надет пластиковый пакет. На теле убитой не было живого места. Повсюду была кровь. Кровавый след вылочился от офиса до места, где было найдено тело. Как будто кто-то пытался ее утащить, спрятать, но план не удался. Начальник Мишель тут же позвонил в 911. Выяснилось, что, судя по всему, Мишель так и не зашла в офис в то утро. Ее убили до того, как она успела достать ключи. Убийца предпринимал попытки проникнуть внутрь кабинета. На замке были следы от взлома. Вскрытие показало, что она получила по меньшей мере четыре удара по голове тяжелым предметом, перелом руки и множественные гематомы. Судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие, сообщил, что женщина умерла не сразу. У нее был проломлен череп, повреждение мозга, большие порезаны на руках и ногах, а рисунок ран на голове соответствовал диспенсеру для клейкой ленты. Доктор предположил, что Мишель ударили со спины, и после первого удара она упала на пол. Именно тогда она ударилась об угол стены и получила сильный ушиб печени. Вполне вероятно, что в тот момент Мишель потеряла сознание. Затем убийца схватил ее за правую руку, пытался оттащить ее в менее людное место, и именно тогда произошел перелом конечности. Но все же оставались вопросы, почему никто не слышал ее крика, зачем ей связали руки и ноги, и почему на ней не было обуви. К дому Макбит тут же подъехала полиция, и Дэна увезли в участок. Как супруг он являлся главным подозреваемым, у него было сомнительное алиби, якобы он спал в предполагаемое время убийства, но никто не мог подтвердить его слова. Чтобы снять себе подозрение, следователи предложили мужу покойной пройти тест на полиграфе. Расправа была невероятно жестокой, сердцебиение должно было выдать убийцу, но тем не менее проверка показала, что Дэн, скорее всего, не причастен к произошедшему. В ходе расследования выяснилось, что на момент преступления в помещении находилось 13 сотрудников. По заявлению управляющего компании, офис и склад охранялись на высоком уровне, туда могли попасть только люди, у которых был определенный пропуск. Но тем не менее записи с камер видеонаблюдения внутри здания пропали. Круг подозреваемых сужался. К бухгалтерии имели доступ только сотрудники, которые работали на этом этаже, начальство и уборщики. Теперь следовало обыскать офисы, склад и автомобили подозреваемых. Дело в том, что человек, который совершил преступление, либо сменил одежду и спрятал где-то в машине или здании, либо ушел сразу после убийства и избавился от улик. После такой жестокой расправы невозможно было не запачкаться, но никто не расхаживал в окровавленной одежде. Детективы пересмотрели записи камер видеонаблюдения на парковке. Лишь одна машина покидала территорию Fisher Scientific в то утро, примерно в 6.31. Но тем не менее автомобиль вернулся обратно в 7 часов утра. Довольно подозрительно. Пикап принадлежал Дэвиду Дули. Он, как и его жена, работали уборщиками. Пару допрашивали по отдельности. Дэвид говорил весьма убедительно. Согласно его версии, утро того дня выдалось суматошным. Он проспал будильник, так как всю ночь ухаживал за супругой. Она чем-то отравилась, и они не спали почти всю ночь. Он планировал взять отгул и поухаживать за бедняжкой. Но она уговорила его отправиться на смену и сказала, что сообщит, если ей станет плохо. Дэвид приехал на работу примерно в 6 часов утра. Успел убрать лишь склад и опустошить мусорные ведра в офисах. Затем он позвонил Джанет, супруге. Хотел узнать о самочувствии, но она не брала трубку. Он испугался, что она могла потерять сознание. Дэвид тут же сел в машину и помчался домой. Затем он вернулся на работу и обнаружил те самые красные пятна на ковре. Детектив Брюс Макуэй, который работал над этим делом, слушал историю Дэвида, и ему не давали покоя идеально начищенные кроссовки подозреваемого. Он выглядел как глава отдела. Все уборщики работали в специальной обуви, которую, скажем так, не жалко, с пятнами от моющих средств и стертой подошвой. Склад – это не самое чистое место. Но не Дэвид. В тот день он был в идеально выглаженной одежде и чистых кроссовках. Коллеги по работе Дэвида Дули также выразили свои подозрения по поводу его внешнего вида. К тому же, согласно его истории, он опустошил мусорные ведра в офисе, но, тем не менее, они были полными в то утро. Сотрудник склада, Джо Зигерт, сообщил, что видел подозреваемого недалеко от кабинета Мишель. И он видел, как Дэвид покидал работу примерно в полседьмого. По его словам, он казался напуганным или подавленным. Ситуацию усугубляло криминальное прошлое подозреваемого за кражу со взломом и владение огнестрельным оружием в 1996 году. Показания Джонет, супруги Дэвида, были не такими подробными. По ее словам, в то утро Дэвид отправился на работу и вернулся только после обеда. Затем она замешкалась и вспомнила, что муж приходил домой примерно в 6.40. Вроде как, он порвал на работе штаны, быстро переоделся и вернулся обратно. Дэвида вновь вызвали на допрос. Но мужчина стоял на своем. Не было никаких порванных штанов. Возможно, супруга что-то перепутала и ей померещилось из-за ее состояния. Показания Дэвида заставили Джонет усомниться в своей памяти. Она сказала, что у нее сильные проблемы со слухом, и она не слышала, как Дэвид приходил домой. К тому же, в тот день у нее был сильный жар. Но тем не менее, когда она проснулась, на стуле висели грязные порванные штаны. Именно поэтому она решила, что муж приехал переодеться. Показания Джонет были не самой достоверной информацией. В то утро она была в бреду из-за обезвоживания и температуры. Было подозрительно, что показания супругов не совпадают. Но тем не менее, у них не было мотива. Фактически, Мишель работала главой отдела кадров и знала грязные тайны многих сотрудников. Но тем не менее, по словам других работников бухгалтерии, у Джонет с погибшей были хорошие отношения. Но сложив все части пазла вместе, детективы поняли, что мотив все же был. Согласно их версии, Мишель должна была утром заниматься перерасчетом заработной платы и оформлением документов. Дэвид пытался проникнуть к ней в офис пораньше утром, так как прекрасно знал, что Мишель обычно приходит во вторник к 7 часам утра. Но в тот день все пошло не по плану. Мишель появилась на работе в 5.53 и увидела, как Дэвид пытается взломать замок ее кабинета. Он не мог отпустить ее, поэтому и совершил эту импульсивную жестокую расправу. Мишель была довольно высокомерной и обладала очень резким характером, что вполне могло обострить ситуацию. Именно Дэвид обнаружил те самые красные пятна, и только он покидал работу в то утро. Орудие убийства так и не было найдено, он вполне мог избавиться от неугодных улик в этот промежуток времени. Дэвид и его супруга Джанет работали в разные смены, но он подделывал подписи в табеле учета и ставил ей выдуманные часы. В следствии чего они получали вдвое больше положенного. Детективы предположили, что Мишель как раз поймала его за подделкой документов. Он хотел положить их на ее рабочий стол, но план не удался. Для следователей его вина была очевидна, но были лишь косвенные доказательства. Дэвиду были предъявлены обвинения в убийстве, похищении и подделке улик. Во время суда присяжные узнали, что не было обнаружено ни орудия убийства, ни окровавленной одежды, ни тела, ни отпечатков пальцев. Ничего. Единственное, что у них было, это странное поведение и внешний вид подсудимого. Во время работы он был обязан носить специальные ботинки с стальным носом, но в то утро, после отъезда домой, он вернулся в новых белых кроссовках и чистой одежде. К тому же, именно он обнаружил кровавые пятна и несколько раз менял показания. 45-летний Дэвид Дули из Берлингтона был признан виновным судом присяжных округа Бун в убийстве и фальсификации вещественных доказательств. Жюри совещалось более шести часов. К удивлению, Дэвида признали виновным в убийстве и фальсификации улик. Он был приговорен к пожизненному заключению и к пяти годам за подделку улик. На слушании Дэвид сказал, «Меня обманули. Совершенно несправедливо. У меня не было времени и шанса, чтобы защитить себя должным образом. Я чувствую себя обманутым. Все, что я знаю, это то, что я не убивал Мишель, и я бы хотел это доказать». Мужчину признали виновным, не имея никакой доказательной базы, но обвинительный приговор был недолгим. В августе 2016 года всплыли новые подробности. Клерк, работающий в офисе прокурора Содружества округа Бин, случайно обнаружил на компьютере адвоката-обвинителя, Линды Талли-Смит, информацию, которая перевернула ход дела. По удивительному совпадению, через несколько дней клерка уволили, но он успел загрузить 12 гигабайт информации на флеш-накопитель в офис генерального прокурора Кентукки. Выяснилось, что главный детектив Брюс Маквей из офиса шерифа округа Бун мог солгать в деле Дэвида Дули. Во-первых, у Брюса были романтические отношения с адвокатом Линдой Талли, а Линда была ведущим обвинителем в деле. Несмотря на то, что они утверждали, что роман начался после завершения судебного процесса, это выглядело довольно подозрительным. Линда была заинтересована в том, чтобы посадить Дэвида Дули, а Маквей был главным детективом и вполне мог уничтожить или скрыть некоторые улики, которые бы доказывали невиновность подсудимого. На этой флешке также были обнаружены видеозаписи, которые ранее не были представлены и не переданы защите. На видео отчетливо видно, как неизвестный человек пытается проникнуть в здание Fisher Scientific всего за 10 часов до убийства Мишель. Удивительно, но ранее во время суда Брюс Маквей, детектив, говорил, что кем бы ни был убийца, он удалил все видеозаписи. Судя по всему, все кроме одной. Так и не удалось выяснить, кем был этот мужчина. В октябре 2016 года Маквей ушел на пенсию. Через два дня после того, как Маквей написал письмо об уходе, шериф округа Бун, Майкл Хельминг, закрыл внутреннее расследование в отношении горе-детектива. Тем не менее, судья пришел к выводу, что видео, которое нашли на накопителе, было важным доказательством невиновности Дэвида Дули, и поэтому назначил новое судебное разбирательство. Обвинение вновь устроило цирк в зале суда. Они опирались лишь на косвенные улики и выдумывали свою историю. Защита, наоборот, действовала по другой тактике. Они делали упор на то, что против Дэвида не было никаких доказательств, и у него не было мотива. Вся эта история с графиком работы и поделкой документов была притянута за уши. Но мотив был у супруга Мишель, у Дэна Макби. После смерти Мишель, Дэн получил 700 тысяч долларов по страховке и в первые же дни снял 400 тысяч. Но это не самое подозрительное. Защита спросила Дэна только об одной выплате. Он вручил Крису Блэку, коллеге по работе, чек на 10 тысяч долларов. Крис был другом Бена и работал вместе с ним на складе в Thermo Fisher Scientific. Чек был выдан через несколько месяцев после убийства. Но самое удивительное, когда адвокат защиты спросил Дэна, зачем он вручил Крису чек на такую огромную сумму, он сказал, что не помнит. Маловероятно, что передавая такие крупные суммы денег, Дэн мог забыть причину. Линда Талли изо всех сил обеляла Дэна Макби. Якобы он потратил все деньги на детей, а по поводу чека он был слишком убит горем, и поэтому мог забыть некоторые детали. Рабочий склада Джо Зигерт также давал показания на повторном слушании Дэвида Дули. Зигерт проработал в Thermo Fisher Scientific более 30 лет и знал каждого сотрудника. По его словам, он прибыл утром на работу в 4.50. На складе было огромное количество дел из-за выходного, плюс ко всему был конец месяца. У Джо Зигерта были ключи от склада, и он был тем самым человеком, который каждое утро приходил раньше всех и открывал двери. Некоторое время мужчина занимался своими делами, помогал разгружать грузовики и в 5.30 отнес документацию в офис. Мишель еще не было. Он не видел Дэвида Дули, и это показалось ему необычным, так как зачастую Дэвид как раз в это время занимался уборкой на складе или в офисах. Затем, примерно в 5.53, Джо увидел Мишель. Она только явилась на работу, взяла табели учета со стойки и пошла в кабинет. Он был последним человеком, который видел ее живой. Незадолго до 7.00 утра Джо якобы видел Дэвида Дули, он сидел в подсобной складе, плакал и его трясло. А затем, примерно в 7.00 утра, Дэвид отпросился домой, чтобы переодеться. Показания Джо, главного свидетеля, были неточными и имелись некоторые временные недочеты. Но, тем не менее, это было допустимо, так как прошло уже несколько лет после убийства. Джо также упомянул, что во время первого допроса детектив Брюс Макуэй записывал показания лишь выборочно. Временами он выключал диктофон. По словам Джо, Мишель, возможно, в реальной жизни была и приятной женщиной. Но на работе она, как и ее супруг, часто не проявляли уважения к сотрудникам. Джо признался, что на предприятии к этой паре многие испытывали неприязнь. Экспертизу ДНК делали спустя рукава. На месте происшествия было найдено ДНК двух мужчин – ДНК Дэна Макби и ДНК Дэвида Дули. Но это совершенно ни о чем не говорило. Дэн проживал вместе с Мишель, и было неудивительно, что его ДНК было найдено на ее футболке. Также было частичное совпадение с ДНК Дэвида Дули на пакете, который был обернут вокруг головы жертвы. Но Дэвид менял пакеты в мусорных баках, так что это не доказывало его вину. Кроме того, в лабораторию принесли только один пакет, который был найден на жертве. Но для достоверности следовало принести и другие. Детективы взяли образцы ДНК у других сотрудников офиса, но во всех случаях не было стопроцентного совпадения. В Thermo Fisher Scientific было огромное количество людей, которые могли желать зла Мишель. Она была не самым приятным человеком, плюс ко всему знала многие тайны, но офицеры зациклились только на Дэвиде. Выяснилось, что детективы, когда проводили осмотр места, провели исследование при помощи люминола. Кровь была найдена на месте преступления и на раковине в туалете, недалеко от кабинета Мишель. Незадолго до исследования там убирал Дэвид Дули, и в комнате был резкий запах отбеливателя. Были осмотрены все рабочие инструменты и одежда Дэвида, но не было никакой реакции. Самое унизительное, что в суд также были предоставлены обнаженные фотографии Дэвида. Полицейские сообщили, что они часто фотографируют обнаженных подозреваемых в убийстве, для того, чтобы запечатлеть все возможные ранения и ушибы, так как они могут находиться в разных местах. Тяжело представить состояние Дэвида, когда его фотографии гениталий и ягодиц предоставили жюри. Дэн Макби также присутствовал на заседании. Его опрашивали как подозреваемого. Дэн занимал должность управляющего отделом. Он вполне мог дать доступ к складу любому человеку. В его автомобиле были обнаружены подозрительные топорики, которые он якобы купил на распродаже, но так и не смог объяснить зачем. Он потратил все деньги, которые получил от страховой, но почему-то он так и не смог оплатить памятник для своей якобы любимой женщины. И на нем все еще висел долг за погребальные услуги. Кроме того, до произошедшего у мистера и миссис Макби был долг в 70 тысяч долларов. Дэн уверял, что понятия не имел об этом и финансами занималась супруга. Та женщина, которая занималась финансовыми отчетами огромной корпорации. За две недели до убийства он приобрел компьютер, и на нем была установлена специальная программа для удаления и шифрования файлов. Следователи выяснили, что Дэн запускал программу примерно в 8.09 утра, когда ему позвонили сотрудники Thermo Fisher Scientific. Его алиби никак невозможно было подтвердить, так как дети ночевали у родителей. И до сих пор не было известно, кем был тот человек, который пытался проникнуть в здание за 10 часов до произошедшего. Обвинение вновь старалось максимально закопать Дэвида Дули, но все было сшито кое-как белыми нитками. Снова не было никаких доказательств, но тем не менее Дэвида Дули вновь приговорили к 38 годам заключения за убийство и 5 годам за фальсификацию вещественных доказательств 11 апреля 2019 года. Он получит право на УДО через 13 лет. Также Дули был обвинен в совершении преступлений, связанных с детской порнографией. Согласно протоколам суда округа Бун, Дули якобы просматривал запрещенные материалы в 2004 году. Вскоре после завершения суда дом семьи Макби сгорел. По словам Дэна, кто-то оставил горящую свечу без присмотра, спасти удалось лишь документы, фотографии Мишель и ее кольцо с огромным сапфиром. От дома остались лишь одни развалины, но тем не менее они надеются реконструировать его и в дальнейшем жить дружной семьей. В этом деле много несостыковок. Дэн Макби был, наверное, единственным заинтересованным лицом. Когда супруга скончалась, он получил крупную сумму, а когда деньги закончились, у него случайным образом сгорел дом, и наверняка он вновь получит страховые выплаты. Сестры Макби считают, что Дэвида Дули осудили справедливо и закрывают глаза на странное поведение Дэна. Это дело является поистине уникальным, так как человека дважды осудили, не имея никаких доказательств, лишь косвенные улики. Благодарю вас за просмотр.